Здравствуйте! Сегодня 10 августа и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру На вчерашних торгах курс пары евро-доллар прекратил предыдущее снижение и начал расти. Поддержку росту евро оказывали продолжающиеся покупки испанских и итальянских облигаций, осуществляемые Европейским Центральным Банком для предотвращения распространения долгового кризиса в этих странах. Однако попытка пары подняться выше уровня 1.4283 оказалась неудачной и привлекла неплохой интерес к ее продаже. На откате пара протестировала азиатские минимумы, но, встретив в этой зоне спрос покупателей, вновь попыталась преодолеть сопротивление продавцов на 1.4283. И надо отметить с тем же результатом. Валюта снова была отброшена к исходным уровням, несмотря на комментарии главы рейтингового агентства S&P Морриса Крамера о том, что прогноз по ведущей экономике еврозоны Франции является стабильным и в ближайшие годы ее рейтинг пересматриваться не будет. Между тем, в преддверии открытия американской сессии, евро-доллар на снижении достиг уровня 1.4195, продолжая оставаться под давлением продаж. Опубликованное сопроводительное заявление Комитета по открытому рынку США, в котором были отражены неблагоприятные факторы экономики США, а также впервые указан срок сохранения ставок на текущем уровне до середины 2013 года, разочаровало рынок. Позиции доллара резко ослабли, а курс единой валюты взлетел к уровню 1.4376, завершив здесь дневную торговлю. В нашем прогнозе ожидаем нисходящую коррекцию пары к вчерашнему подъему первоначально к ценовому уровню 1.4301. Если пара на снижении пробьет этот уровень и закрепится под ним, снижение продолжится далее к ценовым уровням 1.4272, 1.4228 и 1.4155. Если пробой уровня 1.4301 не состоится, евро-доллар возобновит подъем в направлении 1.4397 и 1.4453, после чего вновь ожидаем снижение пары. Британская валюта начала вчерашний день снижением, однако восстановление фондовых рынков на ранних торгах в Европе привлекло новых покупателей, позволив паре фунт-доллар изменить ценовую динамику и начать расти. На подъеме британский фунт достиг уровня 1.6409, но был вынужден остановиться в связи с публикацией в Великобритании слабых экономических отчетов по промышленному производству и торговому балансу за июнь. Инвесторы отреагировали на публикацию негативной статистики агрессивными продажами британской валюты, курс которой на снижении достиг трехнедельных минимумов на отметке 1.6176. Резкое ослабление доллара по итогам вчерашнего заседания Комитета Федерального резерва США позволило паре фунт-доллар восстановить большую часть потерь и завершить дневную торговлю на уровне 1.6314. Тем не менее, техническая картина по данной паре предупреждает о продолжении нисходящей тенденции. Исходя из этого, в нашем прогнозе на сегодня предполагаем разворот пары на снижение к целевым уровням 1.6263, 1.6223, 1.6192 и 1.6142. Альтернативный сценарий продолжения подъема курса британской валюты будет актуально только в случае пробоя вверх ценового уровня 1.63 и закрепление пары выше него. В экономическом календаре среды. Япония опубликует данные по индексу деловой активности за июнь месяц. В Китае будут опубликованы итоговые показатели баланса внешней торговли за июль, включая объемы экспорта и импорта товаров. В Великобритании выйдет отчет Банка Англии по инфляции, а также состоится выступление главы Банка Англии Мервина Кинга. Еврозона представит отчеты по индексу потребительских цен в Германии и изменению объема промышленного производства во Франции. А в США будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении федерального бюджета. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.